Выход на лед водоемов запрещен на время становления льда. Ледовое покрытие должно достигнуть безопасной толщины не менее 10 сантиметров. Тем временем два года подряд на водных объектах в Ненецком округе в период ледостава гибнут люди, пренебрегая собственной безопасностью. В период ледостава в 2019 году погибли два человека. Сезон 2020 года также начался с трагической статистики. В октябре, когда, собственно говоря, ледовое покрытие на реке Печора только начало становиться, под лед в районе очистных сооружений провалился снегоход, следовавший из Наринмара в Тельвиску с двумя человеками на борту. Одному из них при помощи очевидцев удалось выбраться из воды, второй погиб. Его тело спасатели искали несколько дней. Вопрос обеспечения безопасности населения на водных объектах в период ледостава обсудили члены комиссии по чрезвычайным ситуациям на очередном заседании с участием главы региона. Для нас этот вопрос, который мы сейчас с вами будем рассматривать, чрезвычайно важный. Скажу более того, он не просто важный, он жизненно важный. Вот как только начинает на реках, на Печоре, на других реках становиться лед, понятно, что люди, рискуя жизнью, зачастую выходят на этот первый лед, и мы, к сожалению, имеем несчастные случаи. Коллеги, мы не вправе допускать такие случаи. Мы должны их предотвращать. По данным регионального гидромедцентра, на 18 ноября ледостав на водоемах в Нинецком округе пока еще не сформировался. Его толщина не достигла нужной отметки, поэтому выходить на лед, а тем более передвигаться по нему на технике, все еще запрещено. В настоящее время сотрудники ГИМС три раза в неделю осуществляют патрулирование на реке Печора, а на ближайшее время запланированы рейды совместно с сотрудниками полиции. За выход на лед в неположенном месте и в неположенное время предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 500 до 1000 рублей. Еще один важный вопрос, который был рассмотрен в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, касался берега укрепления реки Печора в районе улицы Бандарная в городе Наринмаре. Больной вопрос для шести домохозяйств, земельные участки которых разрушаются год от года. Решение проблемы сдвинулось с мертвой точки лишь осенью этого года. Наринмарский городской суд удовлетворил иск прокуратуры к длинно-печорскому бассейнам управления и обязал им провести проектирование строительно-монтажной работы по берегу укреплению в районе улицы Бандарка в течение одного года с момента вступления силы решения. 30 дней, и это позволит нам сэкономленные деньги направить на проектирование берегу укрепления в Неси. На эти цели будет направлено из окружного бюджета порядка 8 миллионов рублей. Что касается берега укрепления в районе улицы Бандарной, то до проведения капитальных работ здесь в рамках противопаводковых мероприятий 2021 года муниципалитет осуществит отсыпку проблемных участков. Пока не проведем капитальные работы по берегу укреплению, будем действовать ситуативно. Если нужно, будем подсыпать.